Неэгоистическая любовь – это когда мы превозносимся над своими желаниями, то есть не пытаемся превознестись над своими желаниями. Если вам не удается полюбить Бога, который пребывает в вашей душе, вы всегда будете искать любовь. Если вам не удается полюбить Бога, который пребывает в вашей душе, вы будете постоянно искать любовь. Помните, мы говорили, Бог есть любовь. Если мы приобрели Бога, мы начинаем работать, мы начинаем в поисках искать, что же такое дальше проявление любви, какое проявление любви, как любовь действует. Но если мы не имеем Бога в своей душе, мы постоянно будем искать любовь. Она будет выражаться нашими личными чувствами, мы придем к этому. Это даже может привести нас к обращению к пагубной любви, то есть та любовь, которая сводит нас в ад, потому что мы не имеем Бога. Помните, что написано в Кремленном, в первой главе? Да? Мы сейчас прочитаем. Но как они не познали Бога и не прославили Его как Бога и не благодарили Его, но осутились и умствования своих, и умрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный членному человеку, птицам, и членорогим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог похотя их сердец, их нечистоте, так, что они сквернили сами свои тела. Это первая римлянам первая глава, там 21 стиха, и потом дальше. Потому предал их Бог по стыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление, ну так и так далее, мы уже говорим, понимаем, что написано там. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму, делать непотребную. Не только это поклонство, это связь со всем, следствие, то есть человек идет лично по своим инстинктным позициям, то есть то, что вложено внутри, не понимая, не разумея, как с этим бороться. Вот почему мы начинаем жизнь с поисков любви. Мы не начинаем жизнь с поисков любви. Вот почему мы не начинаем жизнь свою с поисков любви. Что это значит? Когда мы дети, мы получаем любовь. Дети не могут отдать любовь. Мы начинаем свою жизнь, когда входим в этот мир не с любви, а наоборот, чтобы эта любовь вкладывалась в нас. Так же само рождение свыше. Мы понимаем и учимся, или принимаем любовь Божию. Мы начинаем учиться любви Божией, то есть понимать, что Бог любит нас, и мы тогда сможем отдавать. Это равносильно с детьми. Мы, когда они родились, мы их прижимаем, мы их голубим, мы их говорим, мы наставляем, мы общаемся, проявляем любовь. Многие книги откладываю. Существует понятие любви Божьей, не любви, извините, Божьей, а в мире. Такое понятие, как три позиции любви, то есть мирское понятие любви. Я не говорю о библейском понятии любви. Что в мире люди ищут? Есть любовь, которую называют если. то есть выгодная любовь. Нам дадут, нам возвратят любовью, если мы достигнем какого-то положения либо каких-то позиций. То есть в этом мире существуют понятия. Я тебе смогу отдать тогда что-то, когда ты достигнешь какого-то, когда будешь достоин. Понимаете, да? Поэтому я говорю, в этом мире существует понятие любви, как если. Если ты достигнешь такого-то уровня, если ты сделаешь это, если ты приведешь это, тогда я смогу тебя полюбить. В этом мире оно так и делается. Если ты будешь приносить пятерки, мы пойдем в Макдональдс. Нет, я говорю о том мирском состоянии. Что такое любовь по-мирски? Я тобой буду гордиться. То есть если ты это сделаешь, то у меня будет к тебе опять. это любовь, которая имеет свои такие как ниточки, марионетка. Понимаете, да? Я люблю тебя по причине. Я буду дергать за эти ниточки и постоянно напоминать тебе, что нужно делать. Это любовь ограниченная. у нее есть свои рамки. Цель такой любви получить что-то. Я получу, тогда я отдам. Такая любовь никогда не приобретет покой или же будет удовлетворена пока не добьется своего. Люди, которые основывают свою любовь по такой позиции, извините, пожалуйста, они супружеские отношения такой любви, они недолговечны. Такая любовь зависит от подарков. То есть, понимаете, да? И если есть проблема, то есть, если в супружеских отношениях вот этот момент, ты тоже что-то сделал, чтобы получить любовь, это не настоящая любовь. Я знаю, что моя жена любит цветы, но она отдает свою любовь не по причине того, что я должен принести цветы. Любовь по причине букета, так нельзя, или подарков на праздники, на Новый Год и так далее. Чаще всего большая любовь у людей во время Нового Года. Да. А потом через восемь месяцев, если не смогли удержаться, появляются дети, либо кто-то делает аборты и все остальное. Самая большая любовь у них это Новый Год. Все друг друга любят, подарки и стараются свою любовь проявить. Второе Коринфянам откроем. Давайте откроем Второе Коринфянам. Там, где есть как раз Дары, да, там есть. Я извиняюсь, это не то. Вот интересно, что здесь как раз второе царство, 13 глава, там есть ситуация, которая Авесолом, сын Давида, у него была сестра Фомар, полюбил ее Амнон, сын Давида, 13 глава. И вот здесь момент, Амнон на самом деле имел любовь, которую если я получу, то есть я готова это сделать. Что интересно, мне вот разговариваем с Сашей, что вот здесь вот используется слово и на еврите, и греческий, там сиптуапгинта, так перевод. Просто я вам хочу разбить немножко такое христианское основание, которое многие имеют, что Агапа это является только Божьей любовью. Вот в этом месте Писания, конкретно здесь именно Амнон, Агапе, Фомарь. Еще раз. И многие из вас понимают и знают, вы были в церкви раньше, и мы слышали в проповедях, что Агапе это редко встречающаяся форма любви, она принадлежит только Богу, Божья любовь, правильно, да? Безусловная Божья любовь, это как бы чаще всего переводят, что только так Бог может любить, только и безусловно. В этом месте Писания как раз используются и еврит, и сиптуапгинта, это одно из переводов, греческий перевод Священного Писания, там используют слово Агапе. Поэтому мнение или позиция христианства, что Агапа является безусловной Божьей любовью, ставится под сомнение, потому что в некоторых других местах встречается также это слово. Поэтому нельзя использовать, что это чисто Божья любовь. До действительности, послание Евангелие говорит о Божьей любви. И где Ишуа спрашивает даже Петра, ты Агапе, он говорит, я теофиле, то есть как бы тоже бы использовать слово. Но вот здесь момент Писания, что Анон Агапе безусловно полюбил, безусловно. Но несмотря на это, мы все равно должны понимать, где какая любовь, чтобы не зацикливали. Потому что чаще всего мы думаем, что мы не можем людей Агапе, то есть не можем людей любить, потому что это совершенная Божья любовь. Поэтому у нас Божьей любви не может быть, потому что мы все равно имеем какие-то другие чувства. Ошибочно. И Писание говорит о том, чтобы мы любили. Слово любили, это глагол. Вы должны понять, что любовь является глаголом, действующим, производящим какие-то действия. Есть любовь, которая причинная любовь. В этом мире существует еще причинная любовь. Да, вторая. Один любит другого, потому что он толстый, красивый и богатый. Понимаете, да, это причина. Почему я за ним замужем? Ну почему я? Потому что он богатый. В этом мире существует такая позиция. Вы это замечаете. Он некрасивый, он страшный, старый, и с ним рядышком красивая, высокая. Это безусловно. Без всяких условий. Он богатый. И все. Это причина. Чаще всего такая ситуация происходит у мужчин. Вот влюбляются они после сорока, как это называется, синдром сороковых таких. Либо военное состояние, либо что, либо его жена, которая, они уже прожили 20 лет вместе, уже ему не подходит. Он смотрится на другие. Это мирское положение. И вы видите молодую девушку с уже взрослым мужиком, да, с дедушкой. И проблема. Конечно, есть исключения. Есть исключения, где он никогда не был женатый, она никогда не была замужем. Они как бы искали Бога и все остальное. Он долго-долго искал, состарился и женился на молодой. Такое тоже бывает. Это не без, как бы сказать, да, без исключения. Но он, она жената или замужем, потому что у него есть деньги. Замужем, потому что популярная. Звездная болезнь. Чаще звездная болезнь. Мы это видим с нашими российскими звездами, что происходит, да. Еза 60. Ему еще 20 нет, или же, то есть, наоборот. Вот такие вещи происходят. Почему? Потому что есть популярность. Такого примера? Я думаю, библейских таких примеров не должно быть. Ну, отрицательные примеры. Я думаю, что это Ахав и Изавель. Можно так и быть. Такая любовь в мире основывается на качестве человека, который другой обладает. То есть, у него какое-то есть качество, за что я выхожу за него замуж. Не полюби. Понимаете, да, о чем говорю? Такая любовь базируется на том, что он имеет. По расчету. В свое роду. Вот так вот, прямым языком, по расчету. Но расчета бывает договоренность, договорной. Но чаще всего люди, которые либо богатые, либо знаменитости, они думают, что в них влюбляются во причине того, что он красивый и так далее. Но понятно, да, как бы, есть разные истории. Есть разные истории. Такая любовь, хранически, приводит отношение в страх. Страх его потерять, страх быть отверженным. Если со мной так легко поступили, то, как бы сказать, я поступил с таким человеком легко, то он поступил так же самым легко. И у них нету безопасности. У них всегда есть какой-то страх, ну, хождение в опасности. Потерять. Просто потерять то, что имеет. Чаще всего это фасад такой любви. Улыбка. Они любят друг друга. Улыбаются. А результатом, как бы, это немножко другая. Бывают разные, потому что это фасад. Да, не обязательно. Смотрите. Можно ли посмотреть на… Проходили вот прошлую субботу отношения Руфи и Ваоза как по расчету? Там закон, да. Свекров пыталась все по закону, по расчету, чтобы это все подошло. И если взять вот так по-честному, я думаю, что у них была любовь, если бы не было любви, Ваоза, ему бы начихать было на то, чтобы получить этот трофей или не получить этот… Он бы сказал, слушай, я здесь ни при чем, там есть другой мужик, иди к нему. То есть, как бы, расчет там будет. То есть, я думаю, что была любовь, потому что он идет и выкупает. То есть, есть та любовь, которая идет на выкуп. То есть, своего, свою жертву, да. Уже такой вопрос. Да. Он не нашла такой, он же юридичный правильный. Правильно, но даже понять, что ги-юр, если мы называем ги-юр, сегодня ги-юр – это как бы сложный процесс обращения в иудаизм. В старые времена, и это было очень просто. «Научи, да, такое выражение было, кто хочет принять ги-юр или обращение, научи его двум-трем легким заповедям и дай ему две сложные. Если исполнит, обрежь». Понимаете, о чем я говорил? По ушам. Давайте. Там есть своя позиция. Когда идет в старые ветхие времена разговор об обращении, то есть обращался мужчина, а жена с ними шла в пакете. Понятно, да? Никакого предложения для женщины. Ну да, у меня выбора никакого не было. Идти и все. У Руфи произошла та же самая история, но она подтверждает это своими словами. То есть она понимала, что она вышла замуж за еврея, но, видно, не про... И она начинает говорить слова обращения. Поэтому там есть позиция ги-юра обращения. Понятно, да? И деяние апостола фактически то же самое можно было подвести под обрезание. Дай ему две-три заповеди легкие, две сложные, если исполнит обрежь. Почитайте, сколько там идет заповедей. Пять. А? Да. Примерно там идет пять таких заповедей. Если они свободны это как бы исполнить, захотят обрезать, обрежь обратим. Но вопрос же обрезания Павел ставил не во причине того, что хотят или не хотят. Они не понимали сути обрезания. Зачем это нужно было вообще? Это обещание земли. Где мы возвращаемся обратно к Аврааму, и он говорит, так делай. То есть землю, которую я тебе даю, тому наследие, это будет завет. И обрежь всякого мужского пола. То есть как бы это обрезание идет. Знак земли. Знак обетования земли. Понимаю? Понимаю. Все. Так, и следующее. Третье. Это любовь, которая, если что-либо, то есть если что-то случается, причинная любовь. Несмотря ни на что. Несмотря на ситуацию. В этом мире. Третье. Тут мы говорили, там, если, потом причинная. А здесь, несмотря ни на что. То есть, несмотря на вопреки. Либо вопреки слово можно лучше сделать. Вопреки. Но так более негативно идет. Да, это, это, смотрите. Очень часто есть такое понимание, что несмотря на ее, может быть, несогласие, а вот ее коллега. Косоглазие. Косоглазие, несогласие. Косоглазие, да, это может быть, да. Несмотря на болезнь, которая есть, да. Несмотря на все это. Несмотря на то, что у него нет денег. Это 12 годов. Да, несмотря на то, что у него нет денег. Это то, что он бедный, но благородный, это лучше. Это как бы фактически. И сколько богатых вообще людей на земле? Их не так много. Все остальные, как бы, на них работают. На них работают. Понятно, да? Иоанна, Евангелие от Иоанна, 2 глава. Сейчас, 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 я почитаю. Здесь положение, когда Иисус исцелял, да, Ишуа исцелял на праздниках. Ишуа не открывал, то есть не верял, не доверял никому, потому что не знал всех. Не имел нужды, чтобы кто за свидетельствовать о человеке. Ибо сам знал, что в человеке. То есть, несмотря ни на что, он проявлял свою любовь, не нуждаясь в чьих-то советах. Понимаете, да, о чем я говорю? В этом здесь тоже такая мирская любовь. То есть, несмотря ни на что, я буду это делать, потому что я так хочу, то есть я проявляю свою любовь. Ну, смотрите, Как я могу объяснить это? Есть разные причины, почему родители не хотят, чтобы дети выходили замуж или женились. В этом как бы сама суть-то и отцовство, и материнство. Что за нами остается какой-то выбор, реально, вот именно за родителями. Это мы еще, тянется сейчас со времен, со времен. Я думаю, что это от Господа, потому что Господь сотворил из ребра Адама Еву, Хаву, да, и предложил Адаму единственный выбор, свой выбор, свое творение. Не его, не его производство, а свое. И поэтому, вложив в нас эти чувствования отцовства, материнства внутри нас, Он дает нам право выбора, нашего выбора, отцовского, материнского выбора. Конечно же, при всем том, что человек выбирает сам, родители соглашаются, как и Господь. Выбрал человек этот путь, и Бог говорит, выбрал ты для себя выбираешь, но я независимо от всего, я тебя люблю. Понятно, да? Или как-то так, сложный ответ. Саша? Сложный ответ? Смотрите, что я имею в виду? Родители могут одобрить выбор своего сына или дочери. Или же опровергнуть его, не желать. Один момент, когда ты верующий, и нет причины библейской причины запрещать молодым людям жениться, это одна позиция, неправильная позиция родителей. А другая позиция, когда ты, будучи верующий, и видишь в будущем супруге или супруге твоего сына или дочери греховное состояние, непокаянное сердце, необращенное сердце, не так, как ты видишь это все, ты можешь сказать, что ты не согласен. Я не поддерживаю это, не хочу участвовать в этом. Вопрос следующий. Стоит ли благословлять детей в этот момент? Конечно, стоит. Ведь если врагов благословлять, то тем более этот момент. Зачем это нужно? Чтобы наследие, которое у них будет, было благословенно. А родители очень многое зависит. но если родительское сердце неправо пред Богом, реально неправо пред Богом, нет причины отказывать им в благословении, тогда они делают грех. Они просто разрушают живого человека. Потому что написано, что оставить человек отца и мать, оставить и прилепиться. Не попросится у мамы, мама, дайте мне отпускное. а он оставит и отрежет и прилепится к жене и будет двое-одноплоть. Просто мы писали видим, что важность благословения, они как почтение родителей и родителей своих детей. Можем прийти потом, почему не написано любить своих родителей, а почитать их. Потому что и любовь к Богу идет почтением, почитает Господа. А родители сегодня как твои учителя, как Богом поставленная власть, ты должен их ценить и почитать. Тоже проявление любви и почтения. Вот этот вопрос тоже открывается в иудаизме и в прихаташа открывается именно образом. Но все же независимо от того. Такая любовь не имеет влияния. Имеется в виду независимо от твоего здоровья. Я все равно тебя люблю. То есть я не наезжаю на тебя по причине того, что ты больная или чересчур худая или спортзал и так далее. Нет нажима. Несмотря ни на что на твой состояние здоровья, на твой худой, высокий, толстый, неуклюжий образ жизни. Это не зависит. Моя любовь не зависит от этих обстоятельств. Вот к чему я говорю. Это трудно понять. Трудно понять. Очень трудно понять. Оно смотри А? Нет, я не скажу, неправильно. Да, не понимаем логики. Да, мы не понимаем логики в этом. Вот я к этому говорю. Это тем, что оперирует мир. Например, мирское, мирское. Мне все равно, как люди говорят иногда. Мне главное, чтобы она была умная. Ну да, да, да. договорились до этого мы одна любовь это логикой. Я буду всю жизнь бедная в трущобах, я лучше выйду замуж за богатую. Все при себе имеется, ну как бы так, как и будет. То есть, это выгодно. Здесь же это любовь, которая похожа на безусловную любовь, имеется ввиду. Понимаете, она похожа на Агапе. Но разве это Божья любовь? Безусловно, любовь. Но я встречал людей, которые неверующие, прожили всю жизнь счастливо и прекрасно. Богом даже не пахнет никак. Правильно. Я говорю о том сейчас, о состоянии три вида любви, которые в этом мире существуют. И ты даже можешь говорить, все-таки греческое слово Агапе, оно же не произошло от христианского положения. Это было, которое употреблялось в Греции при всяких обстоятельствах. Там четыре типа любви было. приемшись к этому. Четыре вида любви слово потреблялось для слова любовь. Разные. Все имели ощущение. И мы понимаем, что влияние Греции было серьезное. Они поднимали культуру, образование, все остальное. Также и распутство, и все возможные грехи, которые нам стыдно говорить об этом. Но все же вот это похоже на безусловную любовь. То есть я люблю тебя вне зависимости от твоего положения, от твоего состояния, от твоего богатой или ты бедный, независимо от рыжей, зеленой партийности твоей. Я люблю тебя по причине моей простой любви. Эта любовь не имеет никаких марионеточных влияния. Но эта любовь очень редкая любовь. оттенки могут быть разные. Да. Потому что мы сейчас говорим о мирской любви. Мы сейчас говорим вообще о любви. Сострадание. кто-нибудь из вас знает, как нормальный реальный парень с нормальными мозгами, со всеми вещами все женится на девушке, которая инвалид. Вопрос зачем? Что мотивирует? Вот именно вот, да, несмотря на эти все вещи, я это делаю. Бывает, это либо больное состояние, либо это настоящая безусловная любовь. То есть для него это не является пороком. Да. Эти люди были верующие? А некоторые знают неверующих. То есть безусловная любовь, не имеющая ничего общего, то есть божественностью, которую мы получаем от Бога. Я хочу понимать, что мы все равно мы творение Божие, внутри нас что-то есть. И когда мы просто познаем Бога, оно раскрывается в полноте больше. Ты уже больше жертвуешь, ты больше начинаешь соглашаться с Писанием. Ты начинаешь видеть в Писании подтверждение в твоем что-то внутри есть. Поэтому говоря о том, что если мы творение Божие, уже внутри нас существует заложено то непонятное чувство, которое мы переживаем, называемое любовью. И каждый направляет ее в своем стороне. Когда мы не знаем Бога, мы ориентируемся на эти позиции любви. Что я могу иметь, что оно мне даст, и мне все равно, что обо мне подумают и так далее, если оно так люблю. Аминь. Эта любовь никогда не ожидает ничего обратного. Такая любовь. Она не ожидает, что тебя тоже будут любить, носки стирать, туда-сюда, знаете, ничего не ждать. Тут хаотично протекающийся кисель. Все покрывает, любовь. Такая любовь не проявляется каким-то внешностью или же какими-то особенными качествами человека. Просто влюбился в одни глаза, влюбился в одни глаза и все. Бывает. красиво, романтично как. И фактически, несмотря на такую мирскую любовь, мы переживаем. Вот такой любовью, фактически, несмотря на все это, так любит нас Бог. Вот такой любовью, да? Я сейчас не говорю о самого названии, я не говорю о похожем. Я просто говорю о том, что мы переживаем в этом мире. Мы должны научиться любить. Мы должны научиться любить. Но пока мы не поймем, что такое любовь, мы не сможем пойти в этику отношений. Я говорю да, но очень часто, по-разному, по-разному бывает, по-разному. Ну бывает, слушайте, все, что сейчас, сейчас, в это время у людей все, что угодно побывает. Они живут с собачками, кошками, с поросятами, и все остальное. Сейчас это, мир, да, мы говорим о том, что ничего нового я вам не покажу, я подниму то, что происходит внутри нас. Мы должны смотреть, даже писание говорит, вы восходите на небо, и оно багровое, и говорите, завтра будет что? Ветер. То есть мы наблюдаем, что происходит вокруг нас, и мы понимаем, что мы понимаем. Павел говорит, мы смотрим как через стекло гадательно, когда пророчествуем, мы говорим таким образом. Мы иногда можем посмотреть жизнь человека, наблюдая за его жизнью, можно уже наперед сказать, что с ним будет. Слово, это пророчество, или же это просто как через стекло гадательно, в виде поведения человека, можно предусмотреть, что дальше будет. Опыт, который мы приобретаем, и нельзя сказать, это пророчество. Например, несмотря на то, что Ишиуа били, он показал свою любовь. Каким образом? То, что он сказал, прости им, это любовь. Это значит, прости им, гады, прости им, Боже, гады такие, мучают. Когда воскрес, он тогда по голове, да? Не, 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 нет. Например, то, что он сделал, явно, он не злословил обратно. Первая реакция, которую он показал свою любовь, это не злословить обратно. И над ним ругались, он не произнес ни слова обратно. Вот этот момент как раз идет тот возлюбит Господа Бога твоего всем сердцем, своим всем разумением, всей крепостью своего, и ближнего, как самого себя. Проявление на Гуглосовом кресте. Давайте подведем итог, какая же человеческая любовь может быть? На чем базируется человеческая любовь? На приобретении. Что я с этого буду иметь? по-одесски. Что я с этого буду иметь? Вы скажете, ну так разве христиане должны поступать? Может быть, меня посчитать за глупым, но уверовал в Иешува у меня есть выгода. у меня я на самом деле корыстное у меня корыстное побуждение. Вы не думайте так, но это так. Кто из вас не хочет получить Царство Небесное? Кто из вас не хочет воскресить последний день? Кто из вас не хочет быть на переагонце? послушайте. Мы просто не задумываемся над этим. Понимаете, да? Мы просто мы даже не думаем за это, но реально верующие люди имеют выгоду в Боге. Он говорит, я твой Бог и люби Господа Бога твоего, мы любим Его. Конечно, мы говорим, что нам ничего не надо. Нам ничего не надо, кроме тебя. А, вы поняли, да? Все равно наша человеческая любовь, она основана на выгоде. Я вас умоляю, это так. Выгодно? любовь. как все есть? Мы понимаем, что все, но, Боже, дай еще чуть-чуть. Чуть-чуть счастья. А? А? ищем царство для того, чтобы остальных приложить. То есть, я разбил ваши какие-то такие твердыни, которые мы, как будто мы, нам ничего от Бога не надо. На самом деле, наша, наша человеческая любовь, человеческая любовь, имеет всегда основание выгоды. мы просто не очень серьезно. Своим не надо. Потому что мы хотим это. Мы не, не, смотрите, мы даже не думаем так, чтобы из этого иметь. Мы подразумеваем, что эта любовь даст нам одно, второе, третье. Почему вот я влюбился в девушку, вот Татьяну, и почему не прошел мимо? Вот полюбил и пошел мимо. Почему мне нужно именно пойти и сделать предложение, выйди за меня замуж? Зачем она мне нужна? Нет, поймите, зачем она мне нужна? Виднее. Ну, а? у животных это есть? Что у Я понимаю, предложение. Что у животных есть? У животных только борьба идет. Кто победил, тот и на коне. человеческая любовь на самом деле, она идет, что я с этого буду иметь? я читаю, давайте почитаем, давайте почитаем, открываем, притчи, 31 глава. Главу, да, кто нашел мудрую главу? Последняя глава притч. Такая есть, да, не пропустим никогда, я понял. 31 глава. Итак, кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов? Уверена в ней сердце мужа, и он не останется без на чего основана любовь? На выгоде. Выгодно, что она воздает мне добром и не злом? Выгодно. Захотела приобрести поле и пошла и сделать. Выгодно это мне или невыгодно? Я хочу повторить, что человеческая любовь построена на что я с этого буду иметь? Но любовь это, как мы говорим, глагол действующая, то есть ты должен что-то сделать и провести. Но я говорю о тех чувствах, что мы имеем изначально. Мы что-то хотим от этого получить. И чаще всего человеческая любовь, когда мы не можем получить что-то, что мы хотим получить, любовь повяли, как помидоры. Говорю о человеческих моментах. Я не говорю о рожденным свыше людей, которые должны учиться любить, должны понять, что такое любовь. Я говорю о том, что как в этом мире, мы женимся, потому что нам выгодно. что-то не получили, мы еще попробовали что-то, нажали, придавили, что-то еще напоссорились, все, не получили свое, до свидания. Такая любовь недействующая. Но Божья такая любовь, которая внутри нас, которую мы открываем в Мессии, в Писании, в Законе Божьем, она открытая, вы знаете, настоящая любовь. Она не ищет своего. Она смотрит на ситуацию, как будто, знаете, даже, ну не смогла на это сделать. Не по причине, что она не хочет, а даже если даже не хочет она, значит, это есть причина, ты не можешь нажать на это. Вы пойдете, она покрывает, она все переносит, она не ищет своего, она долго терпит. Она поддается. То есть, идет на работу одних с другими. Понятие, да? То есть, но ты не можешь это понять, пока ты не поймешь сверхъестественное понятие, почему Бог с тобой так обходится. Ведь мы не без греха, мы тоже делаем такие фокусы, приходим домой и чувствуем, что Бог все у нас любит. Как это может быть? Боже, я столько нагрешил, и он меня все равно любит. Давид, Боже мой, засмотрелся на Версавию. Насмотрелся. Так, что глаза не мог отнять. И что? И Бог все равно его что? Любит. Поэтому он его наказал, поэтому он его восстановил, потому что он знал, что сердце Давида, оно прилеплено к кому? К Богу. И ошибки, которые он делает, он сделал в своей плоти и надеялся на Бога и искал, чтобы выйти до положения. Это называется настоящая любовь. Итак, 1 Иоанна 4,19 говорится так, что и так будем любить его, ибо он первый полюбил нас, возлюбил нас. Настоящая любовь. Настоящая любовь, это та, которая независима от никаких ситуаций, ты все равно начинаешь любить. Машеха, Ишуа Мессии. Аминь. Аминь.